здравствуйте дорогие друзья с вами я рыжик блондинка в москве но я в стамбуле а в стамбул приехала на выходные с подругами в рамках девичника честь дня рождения одной из подруг надеюсь уже вышло я просто не очень уверена в интернете но вы точно уже знаете вышло или не вышло два видео про перелет про отель а про небольшую прогулку до галатской башни как мы искали улице стекляль пытались это поесть на сейчас мы непосредственно улице впереди их прогулка по ней возвращение в отель подготовка к ужину непосредственно ужин видовом ресторане в районе султана ахмед пойдемте погуляем ох уйти стекляль а насколько я поняла это больше пешеходную лица хотят вроде машина тоже ездит может чуть дальше она будет пешеходная здесь много всяких кафешек барчиков ресторанчиков и знаю что она более европейская даже в новый год она превращается такой вот мекку куда стекаются туристы для празднования нового года потому что в принципе сами особо я знаю местные жители дня совы празднуют новый год мы уже перекусили прошел дождик мы переживали дождик в донорной о том как мы там кушали ели что вот такой легкий перекус вошелся в 30 лир это непосредственно кебаб из курицы и айран то есть этого около 250 рублей если вот так вот считать сейчас у нас небольшая прогулка растрясти потом нас будет вызвать такси потому что стамбул как мы не смогли привязать не работает у него почему-то сайт но в общем а девочки не очень-то не хотят ничего привязывать им легче на такси доехать поэтому вызовем такси а в стамбуле работает два такси это приложение бит такси и uber вот и доедем до нашего отеля нас будет немножко забраться все-таки отдохнуть хоть чуть-чуть и 8 часов мы идем на ужин сладости дошли вот такой вот кондитерский рай и практически каждая не себе что-то купила нам дали все попробовать я и так была наевшаяся а теперь еще больше наевшиеся потому что все 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 дали попробовать вот такая вот красота не также можно посидеть выпить чай-кофе как кафешка можно просто прийти и купить я купила небольшую коробочку баклавы и купила луку но я не стал так и покупать я купила обычный у меня получилось 95 лир вот такой вот маленький пакетик на такой маленький-маленький вкусняшки президент это 35 лир стоит очень-очень мягкий и вот там вот еще коробочка уже с лукумом так что будет нам вкусненько в москве а вот он тот самый трамвайчик так поняла это старый трамвай на котором кататься снова начался дождик такая погода была хорошая вообще мы возвращаемся в отель даже уже 6 вечера нам до 7 после вернуться в отель чтобы ну до ресторана все таки я считаю надо немножко отдохнуть ну вот при условии что мы сегодня все очень рано встали поэтому мы все таки но улица мне это очень понравилось скажу честно здесь конечно по ней прогуляться а есть хорошую погоду посидеть в кафешках вот так вот на улице посмотреть как прогуливаются мимо гуляющие люди прям красота даже уличные музыканты все таки вечерним стамбулем есть тоже незабываемые колоритки вот смотри как он играет обалдеть я в шоке играть Магазин рок Ждем девочек, как обычно, в этом, конечно, есть минус большой группы, когда вас все-таки больше, чем 2-3 человека, всегда кого-то приходите ждать. Очень много здесь, конечно, туристов, прям очень-очень много, но я скажу честно, ноги у меня просто уже отваливаются за весь день ходить. Ну, получается, со скольких? Где-то часов с 5, вот прям вот так, чтобы начать ходить, минус почти 4 часа, которые мы летели в самолете, и час, в котором мы ехали в автобусе, ну, как не автобусе, в такси из аэропорта. Сейчас на одно время мы сегодня ходим. Ходим, 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 ходим. Я потом, конечно, посмотрю и даже скажу, сколько мы сегодня прошли, мне даже, само интересно, но я думаю, это не предел. Завтра у нас вообще полноценный день, я думаю, завтра мы способны будем пройти еще больше. Ой, какая прелесть, смотрите, какая мелочка. Класс. Калатская башня уже в темноте. Ну, а мы спускаемся ниже, ниже, ниже и ниже. Нам осталось до моста, ну, так, сравнительно чуть-чуть, а потом еще чуть-чуть, и там еще чуть-чуть. И я надеюсь, мы дойдем все-таки до нашего отеля. Я думала, наверх подниматься тяжело. А сейчас я скажу, что по мне так вниз спускаться тяжелее, потому что они еще покатые такие вот, и лесенки, и дорожка. И все равно после дождя, когда идешь и думаешь, скорее бы так не навернуться. Мы вернулись к мосту, по которому мы шли буквально пару часов назад. Вы только посмотрите, какая красота открывается. Просто потрясающе. Как же завтра у нас будет вечером ночной босфор экскурсия на корабле или с ужином, и мы все это более подробно с вами увидим. Но все равно красота. Представляете, за весь день я снимаю видео, 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 и практически совсем нет фоток. Ну, как-то так сложилось, что фотографии у меня... Хотя, опять, даже по часам, я вам прям так зарядил конкретно. Фотографий у меня совсем нет. Не знаю, может быть, завтра получится править ситуацию. А пока только одни спасные. Продолжение следует... Идем. Забрели на какой-то вещевой рынок. Здесь все такое копье стоит. Сами смотрите, здесь 5 турецких лир. А-ля Черкизон. Только все в разы дешевле. Где-то вот здесь вот в булочках. Потом меня спросили, как с тобой попасть. Я же даже не покажу. Ну, в общем, если как-то идти от Галатского моста до площади Султаврахен, то как раз вот так вот сюда и попадешь. Вообще просто. Смотрите. И вот опять вышли немножко на центральную улицу. Здесь, конечно же, больше людей. Здесь уже еще все работает. Там уже закрывались. И здесь, конечно, думаю, ну да, на порядок чуть-чуть повыше уже стоимость. То есть тоже не высокая, но тоже стоимость повыше. Мы выдвинулись в ресторан. Опаздываем катастрофически. Переносили уже столик. И в итоге все равно опаздываем. В общем, прям беда-беда. Зато красивые собрались. Думали доехать на такси, потому что дождик. Нет такси? Вообще нет такси? Ужас! Безобразие! Надеюсь, у нас все-таки в ресторан пустят и посудят. Я очень рада. Пойдем в наш ресторанчик. Сначала на лифте. Сейчас вот кишечком дошли быстро, хорошо. Это на стол, наверное, 8 человек, девочки. Вот она. Наверное. Такой вот ресторанчик. А вот там вот вид, конечно, очень тяжело. Вот каратское стекло, потом я выйду, покажу вам. Без стекла. Но вот вид вот там вот на Босфоро очень-очень красивый. Белами или неправильно? Музеем. Аперитивы. Всякие вот такие вот салатики. Ой, это откуда это? О, там окно открыто. Зачем они не открываются? Это у нас Месопотамия. Это тоже аперитивы. Вот такая вот вина стоимости на вина. Либо можно по бокалу. А это пиво, вода, чай. Цена, конечно, немножко выше, чем где-то внизу. Но видовые рестораны всегда с более высокими ценами идут. Вот такая вот. Здесь живая музыка. Есть такая вот терраса, на которую мы сейчас выйдем с вами. Смотрите. В летнее время она работает вся. С шикарнейшими видами. Скажи, классные здесь виды. Очень красиво. Ну просто вот как бы не сезон, не сезон. Блин, ну тут плохо видно, конечно. Ну что, давай. С днем рождения тебе еще раз. Пока наши фоткаются. Ну что, пока мы фотографировались, нам начали пригласить нашу китру. Давайте посмотрим. Это кебаб с фисташками. Порция просто огромнейшая. Дополнительно нам уже принесли по бокалу вина. Мы заказываем целую бутылку. Закуску. Это тоже в стол. Также наливают всем сюда воду. Это салат с бурата. Вот там лемб получается, наверное, на... Как это называется, господи? Это она коридненка. Вот, я по-русски забыла. Как по-русски, да? Как это по-русски? Нормально, это трейлочная. Да. Порция, скажи, просто огромнейшая. Да. Вот просто огромнейшие порции. Вот, прям, ну... А это у тебя лосось, да? Просто тоже огромнейшая. Просто огромнейшая масса. Ну, прям вообще. Красота. Для девочек, которые не так много едят, вполне достаточно одной порции. То есть, вот, много заказывать, даже нет смысла. Скажите, вкусно? Очень вкусно. И большие порции. Ну, это самое главное. Я рада. Официальное обращение господину Таркану. Господин Таркан, у тебя есть небо в всей жизни. А вы не знаете об этом? Она сидит с нами. Мы уже сутки не знаем, что делать. Да. У нее было день рождения. И ее праздник был, да? И мы обязаны ее поздравить в виде вас. Таркан, прилетайте. Считайте ситуацию. Приезжайте. Она там живет. Биоглу. Ты сказала, она живет сейчас на... В Стамбуле. В Стамбуле? Он живет в Стамбуле. А сейчас он здесь? В Турне. Какого-нибудь? Нет? Я? Он в другом прессе не остался? Он остался ради жены, да? Нет. Я думаю, что он остался ради жены и ребенка, но... Он женат еще? А нет. Господи. Прекрасно. Это меняет, что? Нет. Мне проехать, сфотографироваться. Нет. Все. Таркан, 3 минуты. Здесь, пожалуйста. В теме. Как он тебе может сказать, если он даже не понимает, о чем? Потому что я с вами в Казанске ходила на русском, а еще... А, вы? Вы? А, вы? Он, потому что, в Антаре, где? Нет, мы видели его, но... Сказала, я зашу ее окно, да-да-да. И в Теги. И в Теги. И в Теги. И в Теги. Она в Антаре издевает? Ты вообще не должна в Антаре. Ты вообще не должна в Антаре. Она в Антаре на Симе просто издевалась. Она на Симе со всеми на русском болтает. Они не понимают. Она там кого-то высудила. А, вот, мальчишка нас обслуживает в отеле. Он даже какие-то слова выучил. Ну, короче, она прям ломка тут по скалу там. Сколько ты в Антаре? Сколько ты в Антаре? Сколько ты в Антаре? Сколько ты в Антаре выучила? Да, ну, прикал. Один. Один. А это фрукты. Комплимент от заведения. Красота. Такой аромат от дыни вообще просто потрясающий. Мы желаем тебе, чтобы ты здравствовалась такой же возлюбительной, потрясающей, красивой, обаятельной, умной и просто очаровательной. Это уже на моем награде. И просто очаровательной. Цвети, пахни, моя дорогая. Излучай света, неси в себе внутреннюю гармонию. Будь счастливая. Сора. Ура. Не напеваем до конца, это я еще скажу. Это очень вкусно. Это, я могу сказать, что вот это реально, это какой-то день рождения мечты. Мало того, что в другом городе, в каком городе, в другой стране. С такими подарками, которые для меня до сих пор тайно как бы это сделают. С такими какими-то вот этими порывами провести запрещенку. При этом найти эту запрещенку здесь, когда я говорю, я хренела, когда увидела эти бедгарские огни. Вот. Это просто был, ну просто какой-то вообще невероятнейший день рождения. Спасибо вам большое. Я безумно рада. Знаете, как говорят, жизнь, она оттягивает ненужное и при этом притягивает тебе нужных людей. Мне так нравится, что в мою жизнь притянуло сразу несколько охрененных людей. Вот реально. Настолько охрененных, настолько разных, настолько своеобразных. Кто-то осознанный, кто-то мудренный. Но все такие одинаковые. Крестя, давай скажи что-нибудь. Я просто люблю. Реально я ни разу не вспомнила свой год, насколько я такая кривая, молодая, турная, вот такая вот с башенью потрусила, поехала со мной в голову. Без ПЦР-теста. Я спокойна сегодня была. Ну куда? Без ПЦР-теста ехала? Я ехала, он мне пришел в 5 утра, я в 4 была абсолютно спокойна. Другая Марина год назад еще, у меня тоже паника была. Я уже была в аэропорту и сдавала тест. Далеко ходить не надо. Другая Марина была в полтора месяца. И там Дали и паниковала. Ну там может чуть-чуть. А что я паниковала? А что я паниковала? Не, ну это самолет, посмотрите, это самолет. Но в этот раз она даже спала в самолет. Да, да. Представляете, сколько новшеств. Она как-то номер задела капюшон. Представляете, сколько новшеств. Я спала первый раз в самолете. Первый раз не волновалась. Первый раз празднула праздную день рождения в другом стране. Первый раз с абсолютно с одной стороны не знакомыми, с другой стороны с такими родными людьми. И в такой огромной обстановке. У меня есть свой таркан. Я получила шарики, которые я хотела... Ну ладно, не 37 лет, но лет 10 точно. Это цветы на работу. Вот просто все. Я хочу, чтобы у вас так же забывались ученики, как у меня сегодня. Вот я говорю, я вам приводила привет за минуту буквально. Хочу так, пожалуйста. Просто правильно, чтобы... Загадывайте правильно. Правильно. Это правильное желание. Правильно решайте. Да. Ну что, на этой позитивной ноте, то что мы возвращаемся домой, в наш отель. Пытаемся приехать на такси, но ни Uber, ни битакси приложения здесь особо не работают. Так что в итоге идем пешком. Ну, немножко прогуляемся. Вам, как обычно, я желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. Помните, что хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Пока-пока.